всем привет сегодня хотел вам рассказать пресс клещи от фирмы yato 22 860 то есть для чего нужны эти клещи это клещи для опрессовки наконечников кабелей высокого напряжения вот такой набор клещей то есть прессуют они наконечники от 10 квадратов миллиметров квадратный до 120 в принципе занимаюсь как бы электричеством уже рецепт более менее говорится профессионально на работе были у нас клещи плана аккумуляторных да в принципе чем удобно аккумулятор на и клещи это всегда с помощью этих вещей 1 можно запрессовывать нажал на кнопочку аккумулятор садится но когда работаешь в течение дня а сейчас начались морозы и аккумуляторы выходят со строя и полдня сидишь ждешь пока зарядится аккумулятор и по факту работы как таковой нету то приобрел вот такие клещи максимальная нагрузка этих клещей пресс давит 8 тонн принципе стал выбор ну как бы у меня либо клещи уже как бы до 12 тонн либо и 20 тонн не знаю то есть для себя понимаю чем больше 120 из практики больше 120 как бы не делаю 10 квадратов зажимая принципе редко но уже говорится 35 к 25 к 50 это ходовые размеры для хорошей работы как вы за домах для опрессовки качественно работы то выбрал такие клещи так принцип работы или давайте скажем так по комплектации такая комплектация чемодана в принципе набор корица матриц десятка идет комплект у комплекта засунуто сюда здесь 16 к 25 к 35 к 50 к 70 к 95 и 120 как бы это все что входит в набор чем чем хорошие вот такие клещи с прямоугольными то есть прямоугольные всегда лучше запрессовывают но есть такие клещи у которых матрицы полукруглые круглые скажем так то в принципе не могу сказать что они хуже или лучше чем чем я как бы для себя в принципе сделал вывод приобрести себе именно вот такие матрицы но круглые то есть помощью таких матриц но круглых можно запрессовывать металлопластиковые трубы под пресс то есть это в принципе гораздо легче чем давить обыкновенными ножницами запрессовочными взяв такой пресс то есть вставив сюда матрицу полукруглую знаем вот будет возможность попробую именно прямоугольник зажать но круглой было бы гораздо лучше прицеловать металлопластик то есть это было бы универсально то есть принцип работы этих вещей вставляем то вот выдвигаем задвижку засовываем провод в принципе в следующем видео покажу как это все делается распространясь только принцип закрываем закрываем донкрат масляный здесь внутри 8 тонн и начинаем качать в принципе это показать будет ли видно как выходит поршень потихонечку выходит поршень и задавливает саму матрицу с проводами то есть даже если запрессовывать есть клещи даже попадались в руки механические которые просто не гидравликой прессуется а прессуется просто за счет перед как бы передаточного числа изгибов то есть очень неудобно ими хоть и там и до 120 американских клещи не попадались какие-то руки в работу но очень тяжело было им запрессовать то есть аккумуляторные хвалю вопросов о них нету но корица в любые любую погоду в любых условиях принципе вот такими плещами всегда можно запрессовать и не не имея ничего говорится не отталкиваясь не от каких аккумуляторов нет каких там электричестве погодных условий запрессовал никаких вопросов то есть есть такой же вариант китайский принципе китайском варианте не могу сказать желтого цвета не помню как точное название сделаю ски снизу название где там есть она записана принципе ничем не хуже увидел эти клещи именно в фирме я то много инструмента у меня я то как бы не знаю моё доверие больше к фирме то есть решил приобрести их цена вопроса 1200 гривен как бы для меня была она адекватная то есть китайский стоит гораздо дороже на 1400 или 1600 гривен то есть в принципе выбрал со склада чем то есть качество самого дон крата то есть при откручивании ветер он сам заходит вниз то есть это значит что поршень очень хорошо работает и износ того поршня будет минимальный значит стенки самого поршня и дон крата внутри очень гладкие и очень качественно еще раз покажу запрессовочка идет минус ручных это то что скажем при при запрессовке удобнее если работать двоими если аккумуляторный то в принципе плюс аккумуляторного сам одной рукой держишь 2 нажал на кнопочку запрессовала при хорошем работе там и рабочем аккумуляторе пока я так понимаю новый в принципе работать удобнее можно день прессовать очень много наконечников а когда у нас аккумуляторный не знаю максимум на 20 наконечников запрессовали аккумуляторный уже сдыхает то есть хотя как бы чуть больше года было аккумуляторного решил приобрести будет у меня свои не буду париться бегать по халтурам тоже нужно со своими виде быстренько уходит сам поршень то есть вопросов по ним обычно нет даже при разборке в принципе товарищи китайский был начал он подтекать разбирается он вот здесь методом скручивания и там самичек он подобрал с какой-то машины автомобильный и отремонтировал в принципе ремонт ремонт на приводные скажем эти клещи вопросов тоже как бы по ним больших нету так что рекомендую вот такие клещи рецепт кому запрессовывать провода так же докупаете матрицу либо делайте саму матрицу в принципе засверливаете отверстия круга распилите баргану план у вас будет матрица под обжимку металлопластиковых труб то есть и это вы обжимаете гидравлика не просто клещами все вот что хотела рассказать сегодняшнем видео эти клещи следующем видео покажу как запрессовывать наконечник и как это все происходит постараюсь забрать на коде такой объект чтобы был бы диаметре побольше чтобы показать в большом диаметре посмотрим завтра послезавтра попытаюсь именно забрать этими клещами на работу их и показать вам все кому видео было полезно ставьте лайки подписывайтесь на мой новый канал подписывайтесь на мои новые видео все всем счастливо до новых встреч задавайте вопросы если кому то интересно все всем пока